О прошедших выборах, об острых проблемах в городе и о возможных перспективах развития региона поговорим с председателем Комитета Государственной Думы по экономической политике с Анатолием Аксаковым. Здравствуйте! Анатолий Геннадьевич, позади выбора, что Вы считаете отличительной особенностью нынешних выборов? Довольны ли Вы результатами? Ну, избрали Игнатьева, я встретился с ним, обсуждали текущую ситуацию в республике, проблем очень много, в том числе именно в Чебоксарске, и мы договорились о том, что будем взаимодействовать. Я, по крайней мере, готов помогать, помогать конкретно и по министерствам работать, и по инвесторам, которые могли бы вложиться в нашу республику. Главное помочь городу, помогать школам, больницам, коммунальному хозяйству, предприятиям, которые здесь работают, для того, чтобы ситуация менялась лучше. Какие острые проблемы Вы видите в нашем городе? Как их решать? Может быть, Вы что-то скажете, Анатолий Геннадьевич, какие-то конкретные советы дадите? Есть проблемы взаимодействия жильцов с управляющими компаниями, многие хотят перейти под управление другой компанией, ими дают, этот вопрос надо отрегулировать. Есть темы, связанные с капитальным ремонтом, многие недовольны теми платежами, которые они осуществляют за капитальный ремонт, и не зная при этом, когда этот капитальный ремонт будет осуществляться. Многие опасаются, что инфляция съест, деньги, которые перешляются на капитальный ремонт, и, соответственно, они оплатят эту работу, но она не будет выполнена, поскольку просто деньги обесценятся. Ну и так далее. Есть вопросы, связанные с предприятиями, Химпру, там, как известно, собираются запустить один из проектов, очень волнующий новочебоксарцев. Я считаю, что такие крупные проекты, которые волнуют людей насчет вредности, экологических последствий, необходимо обсуждать с людьми. Должны выступить представители инвесторов, представители самого предприятия, экологи, эксперты. И вот на этом собрании действительно определиться, действительно ли проект приносит пользу республике, городу, стране, самому предприятию, и несет ли он в себе вред для здоровья, для экологии. Еще одно мнение, которое хотелось бы также обсудить с вами. Заработал полигон твердых бытовых отходов, наконец, решив проблему пехтулинской свалки, которая, кстати, давно исчерпала свои возможности. Но теперь многих беспокоит вопрос, какое воздействие окажет новый объект на окружающую среду. Ведь полигон, как отмечают специалисты, объект первого класса опасности, значит, там должен быть организован постоянный контроль за соблюдением природоохранного и санитарного законодательства. Если мы запускаем этот проект, он должен быть безотходным и не должен внести себе выброс вредных веществ, не должен сопровождаться всякими запахами, которые заполняют город, где живут люди. Такие риски, к сожалению, мы видим. Когда мы реализовываем проект, мы должны в системе видеть проблемы, не только в предприятии, а всю логистику, все вот эти подъездные пути, чтобы не наносить вред людям. Антолий Геннадьевич, недавно в столице республики свои двери открыл новый объект, который поражает своим величием. А что вы думаете о новом ледовом стадионе «Арена»? Честно говоря, я не был сторонником идеи строительства ледового стадиона, большого, такого большого в Чебоксах. Потому что, во-первых, должен быть смысл в этом стадионе, скажем, иметь очень продвинутую хоккейную команду или фигурную команду фигуристов, которые могли бы выступать на всероссийском уровне. У нас, к сожалению, пока таких возможностей нет, потому что хоккейная команда – это большие деньги. У нас нет предприятий, которые могли бы содержать такую команду дорогих хоккеистов. Естественно, возникает вопрос, что делать с ледовым стадионом на «Арена» в Чебоксарске. Я надеюсь, что мы все-таки сохраним его для детей. И, может быть, даже используя момент, мы вложимся в то, чтобы создать здесь очень хорошую школу молодых хоккеистов, школу такого олимпийского резерва для нашего хоккея. И благодаря этому все-таки «Арена» в Чебоксарске будет продолжать свои хоккейные традиции. Здесь была особая атмосфера. Вот в большом стадионе нету болельщиков, они теряются, их мало просто, потому что он слишком большой, соответственно, аура такой родной стихии, аура спортивного состязания теряется. Я помню еще открытый стадион, когда полный стадион, понимаете, «Сокол», когда люди на морозе болели за нашу команду. Это был особый дух, особая атмосфера. Вот это надо обязательно сохранить. Но для детского хоккея мы все-таки это сделаем. Анатолий Геннадьевич, сейчас, когда стране и в мире неспокойно, особенно хочется почувствовать себя защищенным, как обстоят дела с социальными программами в поддержку населения? Сейчас позиция такая. Денег в бюджет поступает меньше, поскольку цена на них упала. К сожалению, основным источником доходов российского бюджета является поступление от нефтегазовых продаж. Но и поскольку цена на нефть упала на мировых рынках, значит, поступление уменьшилось. Все, что касается развития бюджетной сферы, должно быть профинансировано в необходимом объеме. Я не скажу, что в полном, потому что полный объем должен включать в себя больше, может быть, даже в разы больше расходов. То есть обеспечить стабильность функционерами социальной сферы по выплатам социальным всем, эта задача будет выполнена. Но необходим рывок в экономике, что нельзя все время заниматься стабилизацией, все время бороться с тем, чтобы какие-то выплаты обеспечить, чтобы сносно люди могли более-менее существовать. Государство должно мобилизовать, в том числе, ресурсы Центрального банка и направить их на крупные проекты, потому что крупные проекты потащат за собой многие другие. Начав, скажем, строить в больших объемах эконом-жилье, мы загрузим в строю индустрии. Как Вы оцениваете сегодня перспективу развития новых производств, которые заработали в нашем городе? Я вижу, что есть сложности. И у трубного завода, в принципе, новое производство, организованное в Чебоксарске, у некоторых строительных организаций. Я думаю, что уже в следующем году ситуация начнет разворачиваться в лучшую сторону. Ну, падение российской экономики, по моим оценкам, достигло дна, то есть дальше падать уже не будем. Но и от умного руководства и в республике, и в городе, и от действий бизнесменов многое тоже зависит. И возвращаясь к теме выборов. Вы уверяли, что хотите избираться на пост главы республики. И решение о том, что Вы не будете участвовать на выборах главы, стало для многих республики неожиданным. Насколько это решение стало неожиданным для Вас? Возникла объективная ситуация. Меня руководство страны попросило, и очень настоятельно попросило, возглавить комитет по экономической политике. И когда я сказал, что все-таки есть Чуваши, мне было указано, что судьба Чуваши зависит от того, как будет развиваться Россия. Если ты сможешь предложить и реализовать мероприятие, направленное на поддержку экономики России, значит, ты поддержишь свою родную Чувашу. Что бы Вы хотели сказать в завершении нашим телезрителям? Я с Чувашей, я становлюсь в Боксарском, я здесь очень много работал, я переживаю за свою родную республику, за свой родной Новчик. И все буду делать для того, чтобы люди это чувствовали, чтобы развивались школы, образование, здравоохранение и спортивные центры. Конечно, предприятиям буду помогать. Спасибо, Анатолий Геннадьевич, за интервью. Будем рады снова Вас видеть. До свидания.